Этот дом, единственное жилье Татьяны Гришаковой, его вместе с теперь уже бывшим мужем они строили больше 10 лет. По словам женщины, в 95-м году они вместе с гражданским супругом Юрием взяли варенную зебу. Мне что-то так вчера не понравилось. Жили вместе, все строили, работали, сами понимаете, было плохо. Брали в счет зарплаты, родители из деревни помогали, всю скотину вывели, так строили этот дом. Строительство продолжалось 5 лет. В 2003-м дом был готов и оформлен по документам на Юрия Шанского, гражданского мужа Татьяны. Мой отец говорил, он хозяин дома. Сами понимаете, я вырастила, у меня 50 лет, все же оформлялась на мужчину. Ну и, как говорится, оформили так, как хозяин дома. Получили в декабре домовую книгу, и я в этот дом прописываюсь как Шанского в январе месяце. В 2004-м супруге решили официально узаконить свои отношения. Даже сын Татьяны, будучи уже совершеннолетним, взял фамилию отчима. А спустя 9 лет после официального вступления в брак Юрий Шансков подал на развод. Для Татьяны это был тяжелый удар, за которым последовал другой. Бывший муж подал в суд на выселение. А по-человечески он не это, он говорит, что я не строила. На суду он сказал, что в 2004-м году привел меня в этот дом. Эти люди, группа поддержки Татьяны, на суде они давали свидетельские показания. Дом Юрия и Татьяны строили вместе. Однако, несмотря на показания соседей, суд признал законным требованиям Юрия Шанского и постановил. Спорный жилой дом не является совместным нажитым имуществом супругов, поскольку был построен и зарегистрирован до брака. История печальная, но, увы, типичная. Как говорят адвокаты, с подобным в практике сталкиваются часто. И знают, как сложно отстоять людям свои права на собственность. Должна учитываться степень участия лиц своими средствами, личным трудом в приобретении имущества. То есть, мало того, что сожители должны доказать, что они проживали вместе, они хотели именно создать это совместное имущество или купить. Что они хотели именно вместе пользоваться и в каких-либо долях. То есть, как показывает практика, очень сложно это доказать. Конечно, когда речь идет о любви, браке и высоких чувств, вопрос меркантильный уходит на второй план. Но, как говорится, жизнь есть жизнь. И совет опытных адвокатов в серьезных совместных финансовых делах всегда нужно быть предусмотрительными. При приобретении крупного имущества, то есть автомобиля, недвижимость, сделать соглашение. Не обязательно его даже заверять у нотариуса. Просто описать, что они приобретают, за какую сумму и в каких долях это им принадлежит. Карина Тимкова, Семен Горобьев. Новости дня.